ДИМА ПРОНИК Пару дек, которые вот они нигде не надекали, а придумали сами, не спали три ночи, им помогала, Диме еще помогала его супруга Рената, может быть она тоже появится у нас на Версусах. Ну что ж, я умолкаю, а вы, ребята, расскажите, какими деками вы сегодня будете играть. Я буду играть сегодня декой на карте Дивайн Визитейшн, это цвета орзов, идея колоды простая, мы ставим чарку, мы ставим много существ, которые после себя умирают и ставят токенов, или карты, которые просто ставят токенов, и уничтожаем чемпионы России ангелами. У меня простая дечка Грулы с ритмом, это хорошие бивни с чаркой и с домли, в принципе, то есть простой дечкой играть для начала. Ну что ж, да пребудет классный Версус, все деклисты будут в описании, вы сможете посмотреть на них и, может быть, использовать. Сходитесь! Можешь дроваться? Ого! Что скажешь? Я согласен играть. Ну, давай я тоже оставлю, да. Да, годится. Фот придал. Неплохо. А давай начнем с вампиром. Вампира нет, будет солдат. Все? Да, ходи. Ого, ты собираешься ломать высадку Легиона мне? Конечно. Омерзительно, хожу? Да. Так, ну что ж, за земли я переживал, что у меня их не будет, это было напрасно. Давай. Что-то у кого-то, кажется, не хватает красных источников. Ну так. Это мое. А существо с хостой не боишься? Нет. Что с хостой? Выбежали, высадка флипнулась. Очень серьезный молодой человек. Ходи. Так, ну что ж. Пришло время, мне кажется, блокировать бронтодонов. Это будет у меня жнец на дуге игрец. Ходи. Сколько карт? Четыре. Все хорошие. Да, бронтодоны, это серьезная угроза моему главному плану на игру. Убивать тебя через энчентмент. Я предполагаю... Я предполагаю, что я буду блокировать. Да. Блок. Первый, второй. Вот так? Угу. Первый, второй. Я пас. Окей, я тоже пас. Значит, меня на три, но плюс один, меня на два. Два существа погибло. За анон токенов я дровую карточку. И теряю одну жизнь. Чемпионство. Угу. И это мистер Домрибус. Кубик? Кубик и сюда с каунтера. Попередал. Да, как-то звучит грустно все для меня. Так, ну ничего страшного. У меня есть опция сейчас поставить тебе двух существ или поставить одно существо, но очень страшное. Думаю, что страшными существами я тебя не очень напугаю, поэтому давай пробовать ставить монет их. Так, как насчет мастера чумы, чтобы каждый что-нибудь пожертвовал. Я пожертвую такого. Я пожертвую такого, да. Солдатность него. И за копейку поставлю такого. Ходи. Будем честны, сейчас бы мне пригодился Вросян. Три. Три, да. Четыре карта. Окей. Четыре. Два существа. Угу. У меня есть только одно. Слабо. Пришло слабо. На одном он. Упади ты его еще и не покастишь сейчас. Совершенно верно. Самое время атаковать. Сколько карт? Целых три. Ну посоветуйся со мной, я тебе что-нибудь подскажу классное. Да, да, да. Думаю, кем в атаку-то идти. Ну, к Бронтадону, наверное, не идти, потому что мне очень хочется его разобрать. Да, так пошло. А Эльф, наверное, мне не очень страшно. Я, пожалуй, пропущу на три. Окей. Демель выложил, ход передал. Это замечательно. Взял карточку за ход, очень хорошая. Я собираюсь пойти на тебя в атаку. Да? Окей. Я назначаю трех атакующих на дом ререйд. Триггер. Угу. Вбок сюда. Хочу дэмэдж. Да, давай призволим дэмэдж. Мне плюс один. Да. Такой и скончался. Да. Скоропостижно. Это позволяет мне выложить тапнутую земельку, поставить тебе серафима и остаться на манке под дестач. Заряжай. Два. 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 сама рисует токены. Каждый из них уникален. Холст, масло. Это парные токены специально для нашего Версуса. Серафим Бесов, токен все дела. Что-нибудь еще в этом ходу, мой друг? Нет. Возьму карточку за ход. Так, ну бизнеса здесь не особо наблюдается. Нам точно надо закончить с Домри и точно пойдет в атаку на него. У Жени есть целых две карты в руке. Я думаю, что мы пойдем вампиром. Нет, это солдат уже в этот раз. И токеном, которого мне меньше жалко, наверное, вот этим. Эти двое друзей вошли на Домри. Да. Мне плюс хит. Во вторую мейнфазу я, пожалуй, разыграю земельку. За одну манку я поставлю высадку легиона. У меня будет еще один токен. И за две манки я поставлю последнюю карточку своей руки. Так, он у нас увеличивает косты и токены кладет. Да. Собственно, эти двое отработанные. Это вот так вот у меня осталось. Здесь всем видно. И ходи, пожалуйста. Флэнга отдавать вообще не хочется. Но у меня есть флип на Теоданта. Собирайся получать с него вэлью. Как будет, надо пометить, что это вампир. Вот, не важно. Вампир-солдат. Немного с 5 токен. Ого! Так вот оно, что там есть еще Домри. Да, и такой у нас беспорядочный парень. Так, ну что же, это сулит неприятностями, уже будем честны. Такая карта очень классная, но я боюсь, что сейчас у меня нет на нее времени. Оставлю ее пока в руке. Что у меня в руке? Можно сказать, что это то, чего я ждал, но если бы я знал, что она там, я бы как-нибудь по-другому сыграл. Печалите. Так, Домри у нас должен заканчиваться. Это 100%. Это хороший план, это будет Гамбит. Гамбит будет поставить Божественное явление за 5 маны. И после этого я пользуюсь тем, что уже не нет маны на активацию Бронтадона, пойду в атаку на его Домри рейда. Вот такими вот замечательными четырьмя существами. Двое из них летают, другие двое умрут, оставят после себя токена, что мне только на руку. И при этом у меня флипнется высадка региона. Эту я пожертвую. В прошлый раз забыл, кстати, активировать высадку. В прошлый раз я не мог я мог ее активировать в конце хода, да? Да. Это я забыл, да. А ты мне не напомнил? Я тебе не напомнил, да, умерзительно, согласен. Так, эти все друзья пошли к Домри в гости. Один блокер. Один блокер, это получается, что Домри получает до трех, такой мужчина погиб и вместо него будет токен ангела. А вот такой вот красивый у меня будет токен ангела. Собственно, эти повернутые нас не очень интересуют. А это я буду защищаться, ходи. Дом из трех. умерзительно. 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 земелька, я бы вообще был спокоен, потому что я сломаю тебе чарки и будем как-то играть дальше. Ну, главное, все закончится. Так. Может быть, тогда стоило допустить Домри вниз, найти два существа и при этом убить мне чару? Так вообще долго все. Слишком долго. Торопишься. Окей, ангел погиб. Да. Путь в никуда. Я имею возможность почампаться токенами с лайфлинком. Да. Так, я получил на 6, но обратно вернул 2, значит, у меня на 4 я остался в 3 в жизни. Все погибли. Хожу. Ход передал. Взял карточку за ход. Великолепная карточка. Надо пользоваться тем, что я еще могу ставить ангелов. Двух ангелов. Я пожертвую памятник и поставлю вместо него двух ангелов. Ангелов я буду подключать красивым кубиком. Я никак не могу допустить, чтобы Домри жил дальше. Минус 3 это будет очень грустно, но на следующий ход я могу только чампаться ангелами и мне нужно хотя бы оставаться с 4 блокерами обязательно. А любое существо, если уже не в руке существо или он его получит, то тогда я и вовсе проиграю. Поэтому в этой ситуации как бы мне не было прискорбно, я вынужден передать ход. Вот такой замкнутый круг. С одной стороны проатаковав Домри, я не дам возможности его оставить на столе и при этом искать существ, но так я иначе проигрую просто на открытую информацию. Я не сделал лунтроп в конце хода. Ну окей. Выходит все равно тапнутый поэтому. С 2 3 4. Да я мог не флипать высадку, когда я пошел тремя существенными в атаку. 5. Мог. Мог. Мог не флипать. Да, мог не флипать. Не просчитал. Давай 5. Давай 5. С хостой. Да, с хостой и выходит еще с одним... А, с хостой. 1, 2, 3, 4. Так. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Тебе надо блокать по одному. Я еду в стиме атаку спокойно. Ну я должен блокировать? Да. Обязательно. Меня будет блокировать мужчина червяка, чтобы он точно сдох. Такого токена мне надо ставить сюда, потому что это даст мне возможность двумя ангелами становиться по двух лейтенантов и последний токен меня будет блокировать здесь, потому что адаптация. блокирующие у меня назначены. Давай здесь сломаю. До дэмэджа. Да. Да, такая погибла. Здесь атакованные до... Вот здесь. Да, здесь адаптировал. Поставим сюда три... Два жетона, да? Два жетона. Такие два у нас хлопнулись. Да, такие два у нас хлопнулись. И у меня умер такой родился после себя солдат. Эти тоже умер. Эти... Один умер. Один умер, который блокировал гранатодонт. Правильно? Да. Нет, который такого блокировал. Да, выжил тот, который блокировал гранатодонт. Правильно, да. Такого поставил. Угу. В руку семья. Плохой размен. Ну, да ладно. Ход передал. Антаб. Значит, здесь мы видим абсолютно бесполезную карточку. Два ангела. Может быть, надо пора в атаку ходить. Женя. У него... Две карты. Две карты. Что-то мне подсказывает, что одна из них домри. Если он его поставит за четыре, он может вызвать инкубаторного стража. Нет, у меня все схвачено. Один ангел идет на тебя. Один ангел идет на домри и токен спирита идет на домри. Они бдительные, да? Да, они бдительные. Ангелы полетом и бдительностью. Домри закончился и тебя тему временем на четыре. У меня есть превосходная земля. Нет смысла ее таить. Земель, конечно, не хватает, чтобы сделать и токенов и сделать этого самого. Поэтому, наверное, в этот раз без токенов ходи. пропустил я много. Все равно надо идти двумя в атаку. Да, двумя в атаку. Все равно я считаю, что мне еще пригодятся мои ангелы, поэтому я пока что сделаю себе одного токена с лайфлинком с первого форта и хочу блокировать. Давай. Почампался по токену здесь. Дамыш? Да. Плюс два. Да. Теперь уже и сторожа можно пропустить. Такого и такого. Все с жетоном. Нет, это не без жетона. Ага. А в конце хода ничего не могу сделать, раз я уже научил. О, великолепно. Много земель, немало земель. значит, сейчас у меня мне точно надо идти в атаку ангелами. Если Женя ничего не придумает ни с одним из ангелов, то я выиграю просто за два хода. Наверное, мы так и поступим. Здесь у меня будет два токена, здесь еще один. Это четыре токена, что позволит мне спокойно блокироваться. Два ангела на тебя. Ага. Ход передал. Все в атаке. Все в атаке. До назначения блокирующих. Я хочу сломать себе памятник. Угу. Сейчас, погоди, хочу ли я сломать себе памятник? Да, обязательно я хочу ломать себе памятник прямо сейчас. Поставить двух солдатов без Найфлинга и за активацию Аданта поставить еще вампира, роль которую исполняет солдат. Пять жизней. Я до конца не уверен, есть ли здесь какой-нибудь бурно в лицо. Предполагаю, что его здесь нету. Но и токенов оставлять мне довольно бессмысленно, потому что я с ними, наверное, ничего не смогу сделать толкового. Поэтому я просто буду надежно блокировать всех, кого вижу. Блокировать так, блокировать сяк, блокировать здесь. Женя, столько карцов, где я? Угрулки у нее есть трампл. Блокировать ее одним токеном совершенно бессмысленно. Двух токенов подставлять под Гроу Чемблера я тоже думаю, что бессмысленно, потому что он все равно его будет накачивать. Я, пожалуй, закончил с назначением блокирующих. Собираю. Так, ну я меняю дом ререйт на FIVEN, чтобы его очарки и сильных флайангов. Убираю пять существ тяжелых, кладу пять ремуала, и так как много у меня будет несуществ, я убираю корроз. И, соответственно, тяжелых формул. Здесь огненная канонада, это масс ремуала, и лава койлы против серафимов весов. В моем случае я буду докладывать две лиры и три унижения, потому что я буду унижать Женю повторно. Не хватало ремуала у меня в течение всей партии первой алира, просто существо, на которое сложно ответить в его колоде, и оно имеет лайфлинг, что очень важно. Так как я буду выходить здесь в позднюю игру, то история Бенали мне совершенно никак не поможет. Ну и высадка Легиона, на самом деле, как показала первая игра, она флипается очень болезненно, и синглтончик я уберу, несмотря ни на что. Ну что ж, вторая игра после Сайда, сходитесь. В целом матч мне показался плюсовым, несмотря на то, что пришлось попотеть и в первой игре. Вот. Надо просто раздавать себе какие-то более релевантных спеллов. Совершенно не жалею о том, что я в первой игре быстро отдал своего женица, потому что счет шел прямо на хиточек-хиточек. Вот. И лишний адвентаж, который я получал бы с него потом, мог бы мне горько лукнуться. Ну и, естественно, мне очень сильно повезло, когда Женя минусовал домри и попал только в одно существо. Да. И что в противном случае я мог бы не дожить. Ну и выиграл я, как и вы, рассчитывал чаркой. Надо было раньше Через бронтодонов, да. Это было невкусно. Но, с другой стороны, я не поднял ни одного броса из четырех в первой, который бы тоже, мне кажется, сильно бы ситуацию в мою сторону выправили. Сильно выправили. Сильно выправили. Так, ты уже ходил. Может быть, хочешь дроваться? Сейчас я сейчас выиграю, буду дроваться. Ладно, договорились. То есть, ты выиграешь и все равно будешь ты выбирать, да? Угу. Угу. Так, я, пожалуй, оставлю. Все-таки оставлю. Я такую руку тоже оставлю. Здесь только будет вопрос о том, какую землю я хочу разыграть первый. Ну ладно, поехали. Мне нужно поднимать земли, подвердал. Начало без луноварца, очень удобно. Здесь, я думаю, что нет смысла никуда торопиться, поэтому я начну с памятника. Ходим. да, это эльф. Опа, визитейшн подъехал. Так, эльф. С эльфом мне ничего толкового не выйдет, но чтобы быть маной эффективной, я положу сначала свамп и разыграю тайлтейкера. Я не поднял ман, это очень плохо. Я не буду блокировать, не критично совершенно. Второй эльф. Второй эльф. Ну, двух эльфов уже можно будет забирать. Анантап, это земельчика, это земельчика, и пока я могу себе позволить, пока я буду выкладывать таким образом, это будет еще один тейкер, и за копейку еще загнанный свидетель. Ходим. Это луноварец, да. Двухлайн, куни. Карты. Карт целых четыре. Четыре, еще там все есть. Да, грех жаловался. Не очень плохо. Тейкером я специально не ходил на атаку в прошлом ходу, потому что может быть я буду блокировать двумя тейкерами, или еще как-нибудь. Два в атаке пошли. Два в атаке. Пока Женя крючит, у меня есть возможность выделываться и не блокировать, чтобы проинсталировать чарку и заблокировать потом. С другой стороны блокировать тоже надо. Я поблокирую вот таким вот образом. Мои пацаны сдохли, у меня будет солдат и у меня будет дух. Ага, где? Почему там солдат? У меня назад. А, да, солдат. Взял карточку. Вот это как раз то, о чем я говорил. Так, ну, пока я сверху, мне нужно обязательно атаковать, я пойду атаковать всеми. Да, на четыре. Плюс хит тебе. меня на два за Godless Shrine и за четыре манны это будет Серафим Весов. Ага. Давай. Красненькая. Ммм, лава койл. Какая грустная история. Ход передам. Передам. Вот. Далее. Мне нужны земли, я очень надеюсь, что получу. Это будет еще раз Godless Shrine с болью. Минус два. Так как я чуть-чуть снизу тайл тейкером в атаку не пойду, его обязательно не будут блокировать. Я лучше поблокирую сам. И поэтому пойду в атаку только одним спиритом. Нет эффекта. Минус хит. И дальше я поставлю Divine Investation. Ходим. Я просто сделаю в режиме тутера и убиваю. Да. Ход передаю. Передал ход. Vivienne это точно то, что мне не нравится на столе. Ее надо забирать в любом случае. У меня есть как раз нужное количество существ для этого. Я потеряю тейкера. Получу еще одного духа. Но пройдет солдат. Vivienne надо убить. Да, Vivienne надо убить, поэтому это будет атака тремя существами на Vivienne. Тейкера забрали. У меня будет вместо него еще один дух. Vivienne схлопнулась мне плюс хит. Так, ну что ж, Женю раскрючила как раз вовремя. Сколько у тебя карты в руки? У меня три карты в руке. Три карты в руке. Инстантов я не очень боюсь, лейтенанта буду забрать здорово, поэтому я покачиваю еще одного тейкера и буду готов меняться с эльфом. тейкера доходим. Да, это ритм диких. Неприятная чарка. Ход передал. В конце хода мне нужно ее срочно унизить. Одна карта. существо хвостой. Да, одна карта, но самая лучшая. Угу, настрем волшат. Конечно, как может быть иначе. В таком случае я безболезненно атакую тебя парой красивых духов. Все? Хитрить наверное мне смысла не имеет, поэтому буду дропать землю ходить. Это атака двумя? Нет, атака одним. Это атака одним. Я предполагаю, что если я поставлю блок, то получу раскачку в лейтенанта. Да, и меня это устраивает, потому что Женя затапается, а я получу себе еще одного духа, которого смогу пороть. это дабл блок. Мне плюс хит, я потерял тейкера, получил себе еще одного спирита, плюс хит спиритов теперь у меня будет трасс. Ход передал. В конце хода я решил, что я ничего не буду делать. Подоблюсь. О, великое это нам. Напал тремя духами. 10. И выложил тапнутый ленд. Ходим. ленд. Я пошел двумя в атаку. Ты пошел двумя в атаку. эльфу раскачать не сможешь, а вот забрать лановарцу выглядит как нормальный план. Я за 4 маны этап такой и активирую. и поставлю двух солдат хочу блокировать. Давай. Забрать лановарцу. Ски? Меня на 2. Да. Это бронтадон и еще один эльф. Карта в руке уже не осталась. Вем взял карточку. Ну, если так топдекать, то можно, конечно, и не выиграть. это будет еще одна безумная атака тремя духами. Мастер и вал. И это будет ландроп. Ходим. Подробности. Все в атаку. Все в атаку. Это бежит меня на 7. Если я сейчас не буду чемпаться, у меня будет еще один ход. Я, пожалуй, не буду чемпаться. тихо, стоп. Да, все справится. Довольно читаем, на самом деле. Нет, хочешь, мы... Да, нет, все правильно. Я не буду блокировать, потому что не вижу совершенно никакой угрозы прямо сейчас до 6. Да. Ход передал. Ход передал. Женя только и ждет для того, чтобы навалить стол. А я только и жду, пока он останется в лоу-хитах. Можно получить спокойно какое-нибудь существо с беспорядками и проиграть, если я пойду в атаку в 7. у меня будет блокер. Там целых 3 карты в руке. Ничего не кастит, вокруг масс-ремовала играет. Очень надежно, да, надежно. я пойду в атаку только спиритами. Хорошо. Спиритами, ребят. Да. 4. Ходи. Так, ремовал, там есть инстантовый. Граус. Ты же не видишь в карт моей руке. Как ты знаешь? Вот он остался на мане. Теперь мы думаем. вот еще одна черная красная. Это халкайд. Да, даешь хаст. Даешь хаст. в атаке. Все в атаке. Но это провоцирует меня на то, чтобы убить дракона инстантом. И я должен теперь почампаться под бронтодона, иначе я проиграю. У тебя два хита. Два хита. Да. Салда погиб. Хожу? Да. Ох, сейчас бы этот легион лендинг, который я отсайдил. Существ хастой у меня нет. И вообще ничего сделать в этом ситуации не могу. Как ни странно, мне бы еще одну земельку. Это будет суровое нападение. ты есть мазаревал. Хития. Да, и мазаревал, конечно же у меня есть. Я получаю три жизни за духов. Для пять. Да, и больше ничего не могу разыграть. У меня пять хитов. Да. Дракона с хастой я не боюсь. Ходи. Дракон без хасты это уже будет опаснее. Четыре. Атаку. Дракон пошел атаковать. Я тоже хитил. Земельку тапнул. Тапнул земельку. отлично. И уже не осталась одна карта в руке. Я предполагаю, что это лавакойл. Если это лавакойл, то я проиграл. Если нет, то скорее всего я лавакойл Настоящая магия ждет тебя. Я проиграл со скрюву и выиграл со скрюву, это нормально. Вот она, настоящая магия. Это мулиган? Это мулиган. Настоящая магия, как? Вованлендер. А я такой смотрю, стопил граунд, этих фигней не будет уже. Я неправильно баланс посчитал по красному и зеленому. Хотя там вроде красного не много. У тебя 5 маунтинов и 4 дуала нанды. У меня 5 маунтинов, да, и 8 дуала, да? Вроде нормально, 13. Сейчас это было критично, я не мог вторую поднять очень много красных. Да, меня устраивало много чего после броса, но я поднял Серафима, который не кастался сразу. Да. Все было... Омерзительно. Ну, с другой стороны, ты мог поднять любого нефлайнга, и тогда я бы тоже забежал бы тебя за драконом. Да, но ты остался в хите. Если бы я поднял любое существо, то тебе нельзя было идти в атаку дракона. Я бы 5-5 дракону стал, потом бы отбивал тебя и убивал тебя. Ну, да, наверное. Если бы ты револон не поднял, потому что у меня же был этот. Он бы тогда у меня активировал за 4-2 дырки, я бы точно убивал. Наверное. По 6. По 6. По 6. Угу. Ты бы сам бы его за 5 ставил, дракона? Нет, дракона, знаю, что там в руке есть в руке, я бы точно ставил с хостой, чтобы в руке доносить. А, у него была уже в руке, да? Была в руке, да. Это будет мульган, потому что это ванлендер. Это кип, странный кип, но, мне кажется, можно играть такой рукой. Во всяком случае, пытаться играть. То есть я не вижу смысла здесь сдавать себе 5 карт. Сомневаюсь, что даже если одну убирать отсюда самую худшую, что это будет лучше. Ну, мне с мульгана до 5 на ходу нужно сейчас что-нибудь божественное себе раздать. Божественное раздать цепь. 5. И эти 5 хоть что-то делают. Это плохая рука, откровенно, но будем скраяться. Это, боюсь, не те дроиды, которых мы ищем. Я думаю. Да, пожалуй, я тоже верю. Угу. Тогда я начну с болота. Ходи. Ходи. Ого, какая классная. Это будет часок, не ходи. Да, я сразу начал проигрывать. Ну, только так могу сделать. Давай. Отлично, 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 отлично. Значит так. Атака. Я предполагаю, что ты все равно будешь его адаптировать, поэтому ничего не буду делать. Ну, прав, я его адаптирую. Отлично. И, пожалуй, поищу с твоего позволения. 4 пропустил. Да. Ну, если я сейчас не подниму землю, то мы очень быстро сыграем эту игру. Угу. Угу. А тебе, наверное, надо поднять много земель подряд, чтобы как-то это помогло от русской демократии. Ну, что там? Да, наверное. Э, давай. Оп. Нет, это не земля. Это не земля, но это аж три божественных явления. Соответственно, в таком случае блокировать я точно не смогу, я буду нападать. Потому что или блокировать, чтобы выжить. Выжить несколько ходов больше. Не пойду. Давайте ходим. Да. Это будет блок. Окей. Мой мужчина погиб. О, ты даешь мне шанс. Давай. Шанс. Да, шанс дает. Ну-ка. Атак, токен. Токен, токен. Землячка. Ну-ка. Землячка. Изейше. Токен на тебя напал. Да. Пип. И теперь давай будем по существу жертвовать. Я токен. Давай. Подрвался. Блин, а. Ну это уже не очень круто. Ну это больше ритм. Ходи. Антап. Взял карту за вход. Так, дайте мне земельчик. Так. Ну здесь мы видим следующую ситуацию. Любое существо, которое у нас появилось. Оно появляется. Оно появляется с жетонами. Оно появляется с жетонами и начинает меня моментально наказывать. Как мы знаем, там есть точная страж инкубаторного зала. С жетоном. Воищет друга. Выйдет еще один. Найдет еще одного. Кайф. Просто кайф. Это будет лендроп и ходим. Ну че, тут надо подержаться на самом деле довольно немного. Вау. 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 Два каунта. Два жетона и ускорение. Да. И унижение его. Окей. Моментальное. Хожу? Ходи. Мистер из инкубаторного зала не очень торопится в студию. В атаку. Мне до сих пор ходить страшно. Как? Четыре. Ага. Дракон. Ну давай такого ставить и молиться ходи. Замечательные у меня карты. Особенно с мулигана до пяти. Хорошо хоть было чем унизить дракона. Больше драконов. Богу драконов. Атака. Да. Это мое. Одиннадцать осталось. Ходи. Ходить. Я люблю ходить. Одиннадцать. Дракон сходит на меня в атаку на пять. На шесть. На шесть. У меня было. А значит я в десяти., правильно? Да. Ну.. Значит это будет атака на шесть. Я останусь у четырёх. Мана будет открыта. Вау. Вау. Ну это.. Это ггвп. Потому что я поднял шокгант который. Если я ставлю. Я умираю прям сразу же. Если я шоколов вставлю тапнутый, там еще куча ребят из инкубаторного зала, да, а второго унижения у меня на дракона нет. Блокировать нечем, не будем сдаваться, просто передай некий ход. Три карты. Честно говоря, я могу разными способами его убить, пытаться, всяком случае. Ну, попробуй. Я могу создавать таких, кидать в него каунтер, давать хосту, брать еще одного, ставить такого, давать каунтер. Давай-давай-давай, исполняй. Три карты. Это будет либо пойти... Ты подроуз уже заход? Нет, я еще не подроуз. Либо взять... Так, сначала возьмем. Мне кажется, что поднять второго дракона это было грязновато немножко. Они были. Они были. Часто, да. Ну, давай заканчивать тогда это унижение. Ну, да, чуть-чуть грязнее. Ну, давай тогда, наверное, так попробуем. Такого два каунтера. Такого один каунтер. А еще? Такого еще. Ну, и все вот так. Ну, и вот каждому из них по божественному явлению. Давай, это сыграем. Ну, это плохая, да, плохая партия. Итак, гладиаторы, что мы и вы и наши зрители поняли после этой партии? Ритм слишком сильный. Я думал, что у меня хороший матч за счет того, что у меня много там чувачков, которые такие блок-блок-блок, там ангелы, вот это вот все. Нет. Ну, во-первых, это хорошая карта здесь змей. Ритм. Ритм хорошо комбится со стражем. Можно не боясь прокручивать, особенно у тебя два ритма есть. Не хватает немного трэмпла, но здесь есть только грулка, что дает трэмпл. Ну, так, достаточно не самый легкий матч, я бы сказал. Особенно очень напрягают ангелы. И серпин весов, и ангелы, так скажем. Если они успевают. Если они успевают. Поэтому надо пытаться рейсить, мне кажется, в этом матче. Собственно, что я и пытался делать. Ну что ж, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно, потому что это только первая из серии стандартных версусов, которые мы записываем с Димой и Женей. Пожелайте что-нибудь нашим юным и не очень зрителям. Используйте новые карточки для того, чтобы находить свои вин-кондишены. Вин-кондишены повсюду надо их просто найти. Лучше играйте в магию, на самом деле. Больше играешь, лучше играешь. Ты как-то очень нескучно с этим играешь. Нет, это хорошее желание. Играйте в магию, играйте в Оренг. Может быть, когда-нибудь станете чемпионом России. А-а-а. Субтитры подогнал «Симон»!